Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь слово на свободе и вновь рассказываю о не самых приятных историях, которые происходят в большом медиа-мире вокруг нас. И начну с потрясающей в кавычках новости. Ну, то есть там, конечно, есть и позитивное, и негативное. Позитивное – это то, что большинством голосов была принята резолюция Третьего комитета Генассамблеи ООН, резолюция, предложенная Россией о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма. Принята резолюция. Правда, она, как почти все документы и решения ООН, в общем, не обязательно к исполнению, но, в общем, Россия предложила важную историю и большинство поддержало. Но теперь давайте смотреть о борьбе с героизацией нацизма. Значит, 121 за, двое против – Украина и Соединенные Штаты Америки. Честно говоря, вот об этом нужно бы рассказывать со всех возможных российских медиаэкранов. Украина и США, они против того, чтобы осуждать тех, кто занимался популяризацией нацизма, фашизма. Но тут еще одна очень неприятная история. 55 государств воздержались. Почему? Потому что если бы среди них почти все такие серьезные европейские демократии. Европейские и не очень европейские. То есть только Сингапур и Израиль вместе с нами против новых нацистов, нацистов в новом качестве. А там, понимаете, Германия, ну и поехали Италия, там, включая Польшу, они не могут вместе с США проголосовать за нацистов. Ну, особенно Германия, да, там и Япония. Поэтому они просто не участвовали в этом голосовании вместе с такими продвинутыми странами, как Великобритания, Франция и так далее, так далее. То есть это очень показательный момент, к сожалению. И это те реальности, те реалии, в которых мы живем. Теперь, конечно, маленький блок всяких электоральных историй. Ну, безусловно, события последних дней – это крах президентской власти и президента Эва Моралеса в Боливии. А все почему? Во-первых, не нужно было вот так настойчиво, в принципе, там, на очередной, уже там непонятно какой по счету срок идти на четвертый. Во-вторых, ну нельзя в ситуации Латинской Америки, где подогревают Соединенные Штаты протест, так топорно работать. Ведь он выходил во второй тур, и был бы второй тур, но нет. Решили подрисовать там протоколы для того, чтобы по их законам, значит, не обязательно получать 50% было в первом. Если тебя больше 10% отделяет от соперника, то ты становишься президентом. Там очень такая мутная история. И там со страшной силой стали где-то в деревнях, в горах рисовать. 0,27% нарисовали. В общем, ничего не получилось. Протесты. Тут же, значит, там работают западные разные истории, которые просто продолжают раскачивать и вливают этот вот бензин в протест. В итоге все. Тут же, по мгновению волшебной палочки, соседи, они ждали повода и дождались. Значит, армия быстро, значит, заколебалась, все вышло из-под контроля. Моралес объявил о том, что нужно проводить новые выборы. Это тоже никого не успокоило. Он ушел в отставку. Причем все соседи заблокировали пролет его самолета. И, в общем-то, он остался в Боливии. Дальше ситуация будет, видимо, развиваться неконтролируемо, потому что, ну вот, две занозы там, по сути, остались у США и у их признак. Да, Венесуэла с Мадуро и Боливия с Эво Моралесом. Ну вот, решили этот вопрос довольно изящно североамериканские товарищи, потому что Моралес подставился. Что касается других выборных историй, то я могу свидетельствовать, мы приближаемся к краху европейских коалиционных демократий. В Испании были внеочередные выборы. И они, судя по всему, ни к чему не приведут. То есть, совсем недавно были, уже были парламентские выборы, там победили как бы социалисты, которые правительство сформировать не смогли нормально. Отметились только тем, что разбередили раны в обществе, вынесли из мавзолея в долине павших Франко, перезахоронили его. Значит, начались эти вот тоже волнения. Внеочередные выборы. Опять ни одна сила ничего не получает. Начинается долгая вот эта вот политические тени толкай. Но на этом фоне Израиль это особая история. Там внеочередные выборы прошли в апреле. Потом внеочередные выборы прошли в сентябре. И сейчас страна готовится к третьим внеочередным выборам, потому что нет нового правительства, нет коалиционного соглашения. И вот пишут, что уже чрезмерные потери в экономике могут быть из-за того, что постоянно приходится проводить выборы. В связи с этим Министерство финансов готовит план, по которому, когда день выборов состоится, он уже больше не будет выходным. Будет рабочий день. И избирательные участки откроют не в 8 утра, а в 2 часа дня. Но, правда, голосовать можно будет до полуночи. Как это поможет решить проблему, когда две политические силы набирают одинаковое количество голосов, не сообщается. Ну а тем временем в США, в моих любимых Соединенных Штатах, во-первых, сбылся мой прогноз. В президентскую гонку со стороны демократов вступает Майкл Блумберг, создатель, собственно, информационного агентства, мультимиллиардер, бывший трехкратный мэр Нью-Йорка. Он в свое время занял очень красивую позицию. В начале этого года, когда начались праймери с демократов, он произнес такую потрясающую фразу. Ну, их было много, но смысл сводился к тому, что я один и единственный, кто может победить Дональда Трампа. Но участвовать в праймере с демократов не хочу, потому что уверен, что вот в них-то я и проиграю. Там раздергаем силы, меня будут все мои, так сказать, товарищи мочить, и я к финалу выйду весь израненный. И тогда уже, да и даже и не выйду к финалу. В общем, абсолютно правильная история, потому что там бесконечное число этих демократических кандидатов пинают друг друга. В общем, Блумберг выжидал, дождался, когда провалился Сандерс, просел Байден, никто не хочет победы Элизабет Уоррен. И тут выходит он и предлагает себя. Весь в белом, естественно. В связи с этим меня только что забавляет. Я вступаю в свой, так сказать, любимый неполиткорректный момент. Про Американское Политбюро. Смотрите, ведь Блумбергу уже 77 лет. В следующем году, то есть в ноябрь 2020 года, выборы президента США, Блумбергу будет уже 78 с половиной. Это к моменту потенциального вступления в должность. Трамп, конечно, моложе. Ему 73, соответственно, в ноябре ему будет 74, но тоже уже с копейками. Но против нее Берни Сандерс, да, конечно, ему ничего не светит, но Берни Сандерсу, соответственно, будет 79 в ноябре. И сразу после выборов Джо Байдену исполнится 78. На этом фоне Уоррен 71 год, она еще в хорошей форме, правда, она женщина. То есть вот это вот белые, крайне пожилые американские мужчины состязаются за право возглавить страну, которую они сами заявляют мировой супердержавой номер один. Вот в таком возрасте при этом видно, что почти у всех у них существенные деменциальные проблемы. Путаются, заговариваются, а когда всем этим занимается человек, который сидит в овальном кабинете, становится тревожно. Я просто хочу напомнить, что, например, на момент избрания Билла Клинтона, президентом США, ему было 47, а Бараку Обаме 48. А тут вот в бой идут одни старики. Это 20-й год, но появляется интрига и относительно 24-го. У Дональда Трампа есть друг, приятель. Это рэпер Канни Уэст. Темнокожий, раз. Популярный, два. Богатый, три. Поддерживает Трампа, четыре. То есть, в общем, сторонник республиканцев. И он неоднократно намекал, что, в общем, готов к серьезным испытаниям. И тут сообщил, что, в общем-то, в 24-м году готов баллотироваться в президенты. Там какое-то пошло шевеление, там критикуют. А что критиковать-то? Кандидат, он подходящий. Тем более, к 24-му году может реально заматереть тип чистой воды шоу-бизнеса. Трамп, он был как бы у нас наполовину шоу-бизнесмена, а Канни Уэст уже стопроцентный. А что мне нравится всей этой историей, то ведь Трамп может его как своеобразного преемника определить. И тогда сбудется еще один мой такой прогноз, предположение, про политическую карьеру Иванки Трамп, нашей красавицы, очень тоже популярной девушки, красивой и умной. Потому что, либо она в 24-м году могла бы стать, там, не знаю, госсекретарем, а тут хороший вариант, вице-президентом. Смотрите, какая связка. Канни Уэст. Темнокожий, да? Республиканец, круто. Президент. А вице-президент-женщина тоже впервые. И молодая, перспективная, может два срока отработать вице-президентом, а потом и дальше. Поэтому, в общем, план рабочий осталось, пока дело за малым, Дональду Трампу, в принципе, в 20-м году победить. И дальше можно уже проектировать будущее Америки и, конечно, своей семьи, потому что для него это позиции неразрывные. Теперь еще забавная история про избирательную кампанию в Штатах. Новый скандал. Билл Гейтс выступал на Большом форуме и вдруг неожиданно сказал, что в следующем году проголосует за того кандидата в президенты, который предложит ему платить меньше налогов. И там, когда завязалась дискуссия, он говорит, ну да, в принципе, а хоть бы и Дональд Трамп. Предложит он, за него проголосую, но точно не за Элизабет Уоррен, которая хочет обложить олигархов налогами, ну прям, знаете, как до ушей. В Твиттере начался настоящий социалистический бум. Люди почему-то стали пересчитывать состояние Билла Гейтса, предполагать, как можно лучше распорядиться его состоянием. В том числе Берни Сандерс, собственно, кандидат пока в президенты, написал, что если даже, предположим, отобрать 100 миллиардов долларов у Гейтса, то у него все равно что-то останется. Зато все эти деньги отобранные можно будет пустить в дело, решить проблемы бездомных, отсутствие воды и так далее, и так далее. То есть, все, поздравляю, пусть американцы разучивают, как пишется английскими буквами, слово раскулачивание. Ну, это же заветы Ильича в дело идут, без всяких русских хакеров, прошу запомнить. При этом защитники Гейтса начали немножко подтрунивать над всем этим, напоминая, что он и так почти все свое состояние тратит на благотворительность. И очень с юмором написала Элизабет Майер о том, что разница только в одном. Билл Гейтс хочет, чтобы он сам определял, на что ему тратить свои деньги, на благотворительные цели. А американские социалисты-демократы, включая Берни Сандерса, считают, что они лучше разберутся, как потратить чужие деньги, которые изымут у олигархов. Америка. Практически 2020 год. Наши дни. Вот она, повестка. У кого сколько можно отнять и поделить. Просто новая антиутопия в действии. Теперь короткой строкой. Как обычно, американские журналисты продолжают поливать Трампа, сообщили новые расчеты. Значит, более тысячи дней Трамп провел в офисе президента, ну, в смысле, на посту президента, и за это время 237 дней провел в гольф-клубах и, в свою очередь, свыше 300 дней в своих владениях. Ну, то есть, вот более 300, то есть, больше третий срок он провел в каких-то помещениях, которые принадлежат ему, и почти всегда это были различные гольф-резиденции, играл в гольф. 23% всего времени его работы были посвящены этому, хотя во время предвыборной компании он заявил, что я собираюсь работать на вас, у меня не будет времени, чтобы поиграть в гольф. Ну, ошибся, ошибся. В принципе, он вообще много ошибается. Есть в идеологии в Америке и позитивные моменты, например, это относится к армии. Оказалось, что там есть традиция, действительно такая любопытная, каждый год все командующие родами войск выпускают список, рекомендованный военнослужащим литературой для домашнего чтения. Причем список аранжируется, есть свой список для тех, кто только поступил на службу, потом, значит, командиры, старший офицерский состав, и у всех там и профессиональная, историческая, дипломатическая, военно-историческая, философия, публицистика, даже научная фантастика. Но вот каждому такой определенный список есть. В этом, кстати, ничего плохого я не вижу. Наоборот, можно было бы такие традиции и позаимствовать. Ну и немножко о наших соседях и о журналистике. Это моя любимая тема. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил во вторник, что в его стране каждый пятый день нападают на журналистов. То есть четыре дня спокойный, на пятый день что-то случается. И всего в этом году уже было совершено, зафиксировано свыше шестидесяти нападений. То есть реально журналистов преследуют за их деятельность. При этом отдельной строкой проходит деятельность властей, потому что все оппозиционные телеканалы там подвергаются прессингу, их пытаются закрыть, и Ньюс Ван, и 112 Украина. Теперь еще одно из старейших украинских печатных изданий, рабочая газета с 1897 года она выходила. И окружной административный суд Киева принял решение о закрытии газеты. При том, что идут письменные обращения в администрацию президента Зеленского. Нет, все пока, так сказать, через апелляцию удается держаться, но свобода слова такая, что как бы никого ничего не волнует. Поэтому значит телеканалы будут поддавливать и закрывать оппозиционные, оппозиционную газету тоже собираются закрыть, и это все делает уже новая, новая украинская власть, либеральная с человеческим лицом, как нам рассказывали. Тем временем на региональных каналах, телевизионных каналах Украины происходят вообще выпиющие истории. Там в Львовской области существует такой проект ток-шоу «Говорит Великий Львов». Комментировать я не буду название, «Говорит Великий Львов». И мой знакомый, украинский журналист Руслан Кацава, который в тюрьме провел на самом деле энное количество времени, он в 15-м году был арестован, причем он в принципе украинский патриот и в хорошем смысле слова националист, был арестован за то, что призывал бойкотировать тогда незаконную мобилизацию, выпустил ролик, что он против мобилизации, нежелание идти в армию в связи с той войной, которая идет на Донбассе, оказался в тюрьме, приговорили его к 3,5 годам лишения свободы почему-то с конфискацией имущества, но в 18-м году апелляционный суд признал его невиновным по всем пунктам свободы слова, почему-то в Европе никто там никого ничего не осуждал, 524 дня он провел в заключении, теперь на свободе, пытается восстановить свое честное имя, поехал он на это ток-шоу и там в некотором смысле стал жертвой, потому что один из боевиков участников войны на Донбассе назвал его работником ФСБ, схватил за ухо и там возникла в общем вот такая легкая потасовка, при том, что все, что сказал Кассава, в чем его вина. Он сказал то, что в общем-то и мы озвучиваем в качестве недоуменного вопроса. Он заявил, что Зеленскому следовало более жестко разобраться с теми, кто протестует против разведения войск на Донбассе и добиться встречи в нормандском формате. Ну то есть в принципе логично, украинский журналист, причем действительно с мощным таким патриотическим бэкграундом, говорит, а почему нельзя президент, не может власть-то применить? И тут один из боевиков встает, подходит, хватает его за ухо, говорит, ты агент ФСБ, там начинается дебош, и ведущие ток-шоу что делают? Они поддерживают вот этого буяна, говорит, да, что это вы такое говорите? он же ветеран, и с ветеранами так нельзя. Ну и к делам новгородским. Есть много разных сообщений на новостной ленте, которые меня зацепили. Коротко скажу, конечно, о том, что не понимаю, почему в Пестовском районе не могут решить вопрос с тем, чтобы десятки детей из отдаленных деревень доезжали до школы, не трясясь по кочкам в течение часа. Там речь-то на самом деле шла о том, чтобы Новгород-Автодор просто, ну, так сказать, грейдером все это дело, скажем так, причесал. и что получается, так сказать, вот раз за разом какие-то заявки им отправляют, будем, будем, сделаем, сделаем, ждите, грейдер выехал, завтра будет, но ничего не получается. Поэтому больше месяца проселки спецтехники не видели, и каждый раз у всех, кто связан с контролем маршрутов, находится оправдание там, то техники не хватает, то идут дожди, ну, и, конечно, вот это наше все силы брошены на другие более востребованные маршруты, там, международнее сообщение, а безопасность школьников, она как? То есть, что должно произойти, какие силы должны подключиться, какого рода общественники должны послать сигнал, ну, видимо, уже теперь губернатору, чтобы он послал большой сигнал, тире привет Новгород-Автодору, чтобы вышла техника, и буквально там за какие-то считанные часы решила проблему, которая не решалась годами. Ну, это, конечно, ну, я понимаю, что считается, что Пестовский район находится там где-то на удалении, но не может быть ничего связанного с детьми на удалении от чиновничьих решений, скажем так. Поэтому я надеюсь, что уже таким образом посланные сигналы точно до адресата дойдут. Есть, конечно, новость приятная, и мне она приятна вдвойне, как телевизионщику, и как человеку, который к новгородскому областному телевидению имел, и, в общем-то, и имеет непосредственное отношение. В общем-то, почти все уже готово для того, чтобы стартовать в цифровом качестве в пакете общественного телевидения России с 29 ноября. Этот запуск произойдет в утреннем и вечернем эфире канала ОТР. Появятся вот эти региональные врезки, региональные окна новгородского телевидения, ну, в общем-то, на всей территории региона, потому что, по идее, исходя из нормативов, 98% области должны в цифровом качестве получать так называемый первый мультиплекс. 10 каналов бесплатных, основных, для того, чтобы насыщаться информацией. Общественное телевидение там есть, ну, и теперь новгородская информация будет представлена и в таком виде, и в таком качестве. При этом с особым вниманием, волнением я жду как раз главной премьеры с 6 до 7 каждый будний день в прямом эфире будет выходить премьера сезона новгородской телевидения главный эфир. То есть, с 6 до 7 прямой эфир, это интерактив, это значит, что руководство региона, министры, главы районов, очень много эксклюзива. То есть, вот такая история. ждем, затаив дыхание, потому что там вопросы можно будет задавать, оставлять комментарии, жалобы, предложения, то есть, час такого драйва. При этом, я так понимаю, что коллеги готовят много разных способов для аудитории, для того, чтобы общаться с гостями, общаться с телеканалом. При этом, вы можете смотреть это на канале ОТР, традиционно в эфире новгородского телевидения, в аналоге, в кабеле, на сайте телеканала, в социальных сетях, то есть, ну, со всех сторон будете окружены информацией о том, что происходит в регионе. Понятно, что это полумера, понятно, что когда-нибудь мы общей борьбой доведем ситуацию до того, что у региональных телеканалов будут в мультиплексах полноценные, места, а не такие, знаете, арендованные у больших, старших, там, взрослых дядек. Но, лиха беда начала, есть что-то, и в самом дальнем, глухом уголке Новгородской области, ну, или, если смотреть, там, в целом по России, в других регионах, там, где-то вдали, совсем в заброшенном уголке, ты включаешь телевизор, и в первом мультиплексе можешь каждый день смотреть теперь не только общественное телевидение России, но и свое родное, где рассказывается о том, что происходит рядом с тобой, с твоими знакомыми, в твоем районе, в твоей области. на этом стояло, стоит, стоять будет наша земля, на информации и о том, что нам важно, дорого, на жизни наших соседей, наших близких, наших родных, которых мы бережем, о которых заботимся, будем заботиться, и я подобного тепла и добра и желаю всем вам и нам. Уберегите себя, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова